Валерий Витальевич, последняя главная тема Тульской области сокращение чернобыльских зон. Насколько это обосновано для нашего региона? Мы позицию заняли, от этой позиции не отступаем. Мы полагаем, что это недостаточно продуманное и недостаточно обоснованное решение уменьшать число населенных пунктов, которые считаются загрязненными. А по каким критериям определяют, загрязнена или не загрязнена территория? Критерий заложен федеральным законом, определен. Это загрязнение почвы, один кюри на один квадратный километр, цезием 137. И что по Тульской области, по этому показателю? По данному показателю, те населенные пункты, которые предполагаются к исключению в той редакции постановления правительства, которые мы видели, считаются условно чистыми. А как давно в Тульской области проводили проверку? В разных населенных пунктах по-разному. И на самом деле здесь сведения расходятся, опять же, я думаю, в силу недостаточной прозрачности проведения этих наблюдений и исследований. Что вы имеете в виду? Ну, отсутствует полная информация о том, кто, когда и как проводил эти исследования. Ну вот, по Щекино мы знаем о том, что проводился забор проб почвы однократно в 93-м году. На наши возражения, в общем-то, основаны в том числе на том, что необходимо проводить дополнительные исследования, делать это более публично и более прозрачно. То есть, чтобы население, прежде всего, знало, кто, когда, как, с применением каких методик будет проводить отбор проб, кто их будет анализировать, где будут представлены результаты этих анализов, чтобы можно было какие-то возражения высказать на этот счет и так далее. До 2017 года все несанкционированные свалки в Тульской области должны быть ликвидированы. Вот сколько у нас таких? Ну, задача очень серьезная. У нас на сегодняшний день 40 по области, 40 мест, ну я бы их так назвал, места санкционированного размещения бытовых отходов. Из этих 40 свалок лишь 8 попали в государственный реестр объектов размещения отходов. Это новое требование, появилось оно чуть раньше, но по факту реестр стали вести с этого года, середины этого года. У нас туда попало всего лишь 8 объектов. Это те объекты, которые в настоящее время еще обладают действующей лицензией на право размещения, захоронения отходов. А остальные даже не имели право? Остальные имели лицензии в свое время, да, они были у кого-то срочные, у кого-то бессрочные, но у кого-то они были прекращены в силу выявленных нарушений, у кого-то просто закончился срок действия и он не был продлен. Валерий Ильич, я вас перебью. Те, которые попали в список, значит до 2017 года будут рекультивированы? Те, которые попали в список в настоящее время формально имеют право на существование, имеют право на продолжение своей деятельности. Поэтому мы их как первоочередные пока не рассматриваем. А что с остальными будет? А вот с остальными мы уже приступили к их последовательному закрытию, к пресечению туда вывоза отходов и по мере того, как они будут закрываться и по мере того, как мы начнем создавать новую современную инфраструктуру по размещению отходов, мы будем приступать уже к рекультивации. А куда будут вывозить мусор, если эти закроют? Нет, ну во-первых, у нас есть на сегодняшний день 8 в области, куда можно вывозить. Понятно, что уже есть вопросы экономики, насколько это выгодно, невыгодно мусоровозящим компаниям возить именно на эти полигоны. Но ситуация-то такая, здесь экономику нужно адаптировать к изменившимся условиям, потому что возить на любой другой полигон формально это уже преступление. А 8 это достаточно для региона? В количественном плане, да. В той концепции, которую мы на сегодняшний день разработали и будем реализовывать, у нас предполагается 6 межмуниципальных полигонов. Другой разговор, что те, которые сегодня попали в список, их размещение является неоптимальным. Ну то есть так просто получилось, что эти объекты, они на сегодняшний день обладают лицензией и попали в реестр. Но их размещение не соответствует полностью нашей концепции. То есть понятно, что мы соблюдаем необходимый принцип логистики и транспортную доступность, чтобы было удобно возить на этот межмуниципальный полигон со всех районов, которые он должен обслуживать. Вот на сегодняшний день у нас, конечно, запад, юго-запад области, они в этом плане выглядят обделенными. То есть там полигонов, попавших в реестр, нет. А что будет с тульским полигоном? Тульский полигон... На 60 процентов, то есть его эксплуатация еще возможна. Я так думаю, при существующих темпах накопления мусора, в принципе, два года он еще может существовать. Но уже в первую очередь, первый полигон, который мы будем строить, современный полигон с мусоросортировочным комплексом, это будет полигон именно в Туле. Поскольку Тула является основным источником возникновения бытового мусора. А за чей счет будем строить? Частные инвестиции. Они есть? Конечно. Они не ушли при нынешней экономической ситуации? Ну, мы непрерывно проводим переговоры с нашими потенциальными инвесторами. Они готовы рассматривать. Да, есть некие сложности, безусловно, но они, сложности объясняются не тем, что у них пропало желание, а тем, что сейчас, ну, все-таки дефицит на рынке финансовых инструментов. А территориально, вокруг Тула, где будет этот полигон? А практически в непосредственной близости уже существующего старого полигона, там, где ранее проводили выборку грунта для пересыпки существующего полигона, там же на сегодняшний день у нас, по сути, образовался уже котлован площадью почти 18 гектар, который можно потенциально использовать для строительства нового полигона. Есть такая экологическая организация «Зеленый патруль», ежегодно составляет рейтинг самых грязных регионов. Тульская область всегда в топе. Мы когда-нибудь поднимемся выше? Ну, я хочу сказать о том, что помимо рейтинга, который составляет «Зеленый патруль», есть достаточно большое количество альтернативных рейтингов, в которых Тула не занимает такую негативную позицию. Да, безусловно, ситуация у нас непростая. И объясняется это тем, что у нас на относительно небольшой территории достаточно большое количество производственных объектов, которые так или иначе оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Другой разговор. Выстраивается ли у нас с ними сегодня диалог в том ключе, чтобы они вкладывали в экологию, чтобы происходили инвестиции в модернизацию производства, в то, чтобы производство было экологически безопасным. Такой диалог сегодня выстраивается у нас практически со всеми предприятиями. Практически, значит, не со всеми. Ну, я здесь не говорю о том, что кто-то отказывается. Здесь просто есть предприятия, с которыми мы уже подписали и согласовали экологические программы, и с тем, с кем мы еще до этого момента не дошли. Но мы работаем над этим, потому что мы хотим, чтобы те дорожные карты, те программы, которые мы составляем, чтобы они были информативны, чтобы они были начинены конкретными мероприятиями, конкретными целевыми показателями, ну и ориентировочным объемом денег. Понятно, что то, что мы сегодня прогнозируем по объемам затрат в свете неблагоприятной экономической обстановки, конечно, может быть существенно выше. Смотрите, Тула в кольце промышленных гигантов и Новомосковск, и жители Новомосковска в 2013 году, возможно, даже в 2014-м, постоянно жаловались на резкий неприятный запах. Что сейчас там? Ну, количество жалоб на сегодняшний день существенно уменьшилось. Я думаю, что, опять же, исключить их полностью невозможно, потому что, ну, людям неприятно, они жалуются. Когда-то эти жалобы более обоснованы, когда-то менее. Тот поток обращений, который у нас был, он, ну, мы его связываем с деятельностью предприятия Оргсинтез, которое производило неразрешенную, несанкционированную закачку промоотходов в подземный горизонт, причем отходов, которые образовывались где угодно, далеко, может быть, за пределами даже Тульской области. То есть сюда везли и захоранивали. Везите, платите, похороним. Конечно, да. Поэтому было сказано жесткое «нет». У предприятия начались по нашей, опять же, мы возбудили внутренние корпоративные разборки в этом предприятии. Там стоял вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении менеджмента предприятия. Поэтому там шли серьезные разбирательства даже на уровне просто корпоративных процедур между собственниками и менеджментом. Что происходит на сегодняшний день? На сегодняшний день прием отходов прекращен полностью от сторонних производителей. То есть предприятие ориентировано на работу только со своими сателлитами, только с теми, кто расположен на одной промплощадке. На сегодняшний день предприятиям уже сданы материалы на прохождение государственной экологической экспертизы, которые расставят все точки над «и» и выразят мнение экспертов, можно это делать или нельзя. Но то, как сегодня составлена документация, количество элементов, загрязняющих веществ, которые будут приниматься, оно минимизировано, согласовано с нашим территориальным управлением Росприводнадзора. Объем промстоков минимизирован. И мы полагаем, что в таком виде такая деятельность может иметь место. Валерий Витальевич, ежегодно в реках Тульской области всплывает кверху брюхом рыба. И ежегодно как-то мы это освещаем, а причины потом как-то умалчиваются. Во всяком случае, для широкой публики они не становятся известны. Нам в 2015 году снова ждать подобного или все-таки ситуация будет каким-то образом исправлена? Ну, ситуация следующая. Непрерывное течение реки очень осложняет чисто даже процессуально и процедурно возможность проведения административного расследования и установления источника. Потому что, да, вот оно, ядовитое пятно пошло, вот она рыба повсплывала, мы получили информацию по факту. Стараемся реагировать оперативно. В течение нескольких часов уже выезжают и специалисты регионального министерства природных ресурсов, представители Росрыболовства, Росприводнадзора. Но пятно ушло, где его ловить не совсем понятно. Поэтому мы берем уже по факту то, что имеет место, да, отбираются пробы и погибшей рыбы, и вода, и, ну, и визуальный осмотр происходит. Но потом не всегда уже результаты анализов показывают, ну, или позволяют определить источник. Какие цели стоят перед министерством? Ну, задач у нас несколько. В области экологического надзора, опять же, то есть у нас задача ключевая – это обеспечение экологической безопасности. Поэтому оно может выражаться в абсолютно разных формах, как в формах прямого административного воздействия, проведения административных расследований, так и в форме предупредительной. Это вот как раз подписание экологических программ. Мониторинг ситуации, работа на предупреждение. Мониторинг ситуации, да, воздействие на предприятие с тем, чтобы такие программы составлялись и исполнялись, самое главное. Недропользовательные, я так думаю, что у нас есть здесь тема для более эффективного использования участков недр местного значения. Это то, что относится к зоне полномочий субъекта, как раз, а не к федерации. Посмотрим, насколько можем мы здесь усилиться в плане проведения аукционов и повышения инвестиционной привлекательности тех или иных участков, извлечения из этого дополнительных доходов в бюджет. Лесные отношения – тема такая непростая, тема очень запущенная, подвергнутая реформированию. К сожалению, у нас ситуация сложилась таким образом, что большое количество унитарных предприятий, действующих в области, ну, несколько лет тому назад, пять и более, ну, были в буквальном смысле разворованы. Поэтому мы сегодня, ну, не сегодня, процесс начался, наверное, с конца 2011 года. По крупицам стали собирать то, что у нас осталось в нашем лесном хозяйстве, нашу инфраструктуру, создали государственные учреждения областное, тульское лесхозяйственное объединение. Цель ключевая какая? Это обеспечить своевременное и качественное выполнение работ в лесу, направленных на лесопатологическое обследование, на выявление зараженных участков, на санитарные рубки. Чтобы жук края не пожирал леса. Да, это для нас сегодня большая проблема. То есть все, что касается наших войных, они сегодня сильно подвергаются этому вредителю, этому насекомому. Да, есть большое количество мероприятий, как раз в силу того, что происходят санитарные рубки и уничтожается поврежденная древесина, нам необходимо заниматься непрерывным лесовосстановлением. Для этого нужно развивать свою базу лесопитомников. Мы в Плавске в этом году, в Плавском лесопитомнике, несколько гектар засадили элитными саженцами дуба. Потому что, ну, тульские дубравы, это наша гордость, и мы планируем такой задел для потомков сделать очень серьезный. Поэтому вот Плавский лесопитомник, Веневский лесопитомник, те участки, которые мы будем активно развивать. Поэтому у нас по лесу задача наращивать мощь нашего учреждения, Тульского лесохозяйственного объединения, с тем, чтобы, может быть, дальше внедрять уже понемножку опять какую-то переработку древесины. В общем, то, что раньше называлось лесхоз, и то, что было разрушено, мы сегодня видим, что, в принципе, это была неплохая форма хозяйства. И надо, и будете восстанавливать. И, в общем-то, пусть, может быть, уже под другой вывеской это будет выглядеть, но функционал будет примерно тот же. Единственное, то, что было в свое время разделено федеральным законодателем, и с чем я, в принципе, согласен, то, что функции инспекторов и функции исполнителей по работам в лесу, они должны быть разделены. Все-таки, ну, разные органы, разные люди должны нарезать объем задач и их исправлять, и осуществлять приемку. Ну, это как в дорожном строительстве. Есть Упродор, который является заказчиком и принимает работу. Есть Автодор, который их исполняет. Вот, в принципе, в лесу та же самая история. Удачи вашему министерству и спасибо за интервью. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!